Продолжение после расслабления. Что осталось? Ящик номер два. Что оставляю, что понравилось? Может быть чуть-чуть более спорный, чем первый. Может быть не все прям любимчики-любимчики. Кое-что осталось просто потому, что показалось интересным и пока не готова с этим расстаться. Или, например, как вот этот аромат Джангальяна. Снятость прямо при снятость. Все о нем тоскуют, мечтают. Хотя о чем здесь тосковать и мечтать не знаю. Флакончик красивый, но аромат странный. Это версия парфюмерная вода. Была еще туалетка, но парфюмерная, как всегда, более какая-то странная. Описывалась как шабаш-ведьм где-то там. Ну, не знаю. Не знаю. В общем, оставила, потому что это что-то очень интересное. Остался маленький флакончик. Тоже селебрити. Сейчас точно не скажу у кого. Какой-то певицы. А просто потому, что он такой маленький, такой хорошенький. А я очень неравнодушна к маленьким хорошеньким флакончикам. В этой же коробочке, конечно, мой любимый Роберто Коваль. Уже другая версия. Эта версия у нас эссенция. Ну, наивкуснейшая, наикрасивейшая. Просто еще есть где-то черный. Черный тоже остался, потому что невероятно хорош. Опять-таки, какой-то Шерил. Тоже не знаю, кто певица, актриса. Шторм, что-то тут такое. В общем, вкусный, красивый флакон. Невероятный какой-то. Тоже не смогла расстаться. Может быть, это не самый используемый, но, тем не менее, который хотелось бы, чтобы были. У меня вот этот пытались, как бы, его у меня выкупить. Но я решила, что он останется. Это Стелла Маккартни Стелла. Запах, сейчас подумаю, чего. Безусловно, не роза, а шиповника. И где-то там еще в этих кустах шиповника кто-то слегка покуривает. В общем, интересный аромат. Поэтому решила, что вряд ли я его захочу купить когда-то. Поэтому надо оставить. Это исключительное какое-то ретро. Варенсия. Но флакончик просто какой-то сказочный. И, как всегда, я иногда попадаюсь на красивые флакончики, с которыми не готова расстаться. Надо мне вообще расчистить те флакончики, которые у меня пустые. Потому что сколько же можно. И вот этот тоже. По-моему, Айсенберг. Кажется. Хотя точно не скажу. Ну, в общем, такой вот красивый с ключиком. Чудесный флакончик. Тоже просто оставила из-за флакончика. Аромат, которым я разбавляю другие ароматы. Шабо. Вот так он называется. Пахнет исключительно сгущенным молоком. Им хорошо забавляются зеленые ароматы. Кстати, не вижу здесь, но еще в другой коробке тот зеленый аромат, которым я разбавляю. Ну, и всякие такие рисковатые, странноватые. Очень хорошо смягчают. Так же, как и ваниль. Снятость. Вот этот аромат. Дискаурет. Как там-то. Я никогда не выговариваю это слово. Вуд. В общем, деревяшечки. Очень приятные. Очень вкусненькие. Почему сняли, не знаю. Почему такие вещи снимают. Поэтому не расстаюсь. Иногда пользуюсь. Один из любимых роз в сочетании с почулями. Это Гинсбург у нас. И вот так он называется. Кстати, красит. Он красного цвета. Реально. Когда-то умудрилась уронить. Теперь он все время подтекает. Испаряется потихонечку. В общем, чем вся эта история закончится, не знаю. Но расставаться с ним не готово. Еще один аромат для разбавления. Это ваниль. Ваниль Франко Буклея. Хорошо уже разванилилась так немножко. Еще один аромат Бьерк и Беррия. Лунные цветы. Тоже красив. Тоже странен. Тоже непонятен. Но расставаться с ним никак не хочется. Аромат, который многие знают. Многим нравится. Ванклиф и Арполис. Калифорния и Ривера. В общем, такой легкий. Цитрусовый. Неролиевый. Если так можно выразиться. Аромат. Оставила просто. Потому что это, конечно, что-то. Корон. Флёр де Рококаль. В общем, короче говоря, потрясающий. Цветочный. Такой насыщенный, что достаточно буквально одной капельки. И быть благоухать. Какими-то волшебными, невероятными, сумасшедшими цветами. Немножко старомодными, но потрясающими. Любимая Лолита Олимпика в виде олененка. С отбитым ухом, к сожалению. Отбилось ухо. Монагаскарская ваниль. И много всего такого интересного. Он все темнеет и темнеет. Все гуще и насыщеннее. Все вкуснее. Я его прекрасно на себя долго чувствую. И это чувство меня радует. Это приятный аромат. Яблочко оставила просто потому, что красивый флакончик. И оно довольно приятное. Не сказать, чтобы что-то прямо ах особенное. Но приятное. Так. Диор. Вот такой вот аддикт. Какая-то версия его светло-розовенькая. Приятная. Кисло-сладкая. То, что мне нравится на лето. Чем-то напоминает мне Брайт Кристалл. Немножко. Тоже из-за флакончика. Сам аромат так себе. Лаура Би Джотти. Венеция. Но флакончик чудесный. Не смогла с ним расстаться. Немножечко тут пользовалась. Может быть, под какой-то случай еще раз использую. Но, в принципе, не мой аромат. Отливанчик. Здесь попался Тома Форда. Лош-Черри. В общем, иногда тоже приятно заходит. Ну, любимчик мой, безусловно. Локситановский. Терри де Лемьера. В общем, короче. Флакон красивый. Аромат красивый. Все такое на тему. Тоже лаванды. И чего-то прекрасного. Сладкой лаванды, очевидно. А вот это горький аромат. Это горький, пригорький. Ральф Лорен. Сафари. Флакон сказочно красивый. Из-за флакона не расстанусь. Хотя сам аромат вот этих полевых разных трав. Трав, всяких бархатцев. Ну, немножко не мое. Но вдыхать иногда хочется. Как это ни странно. Какая-то я явно маньячка из вращенка. Самая натуральная роза. Самая дешевая, самая натуральная чайная роза. Вот она действительно в первых нотах. Реальная живая чайная роза. Дальше, конечно, там всяко может раскрыться. Но начальная нота меня так восхищает, что не рассталась. И все, что с крокодильчиком. Тоже, по-моему, два аромата оставила. Потому что они милые. Вкусненькие. Клубничные. Какие-то земляничные. Сладкие. Детские. Но иногда детства тоже хочется. И тут у меня шейк аромат. Аромат от Тициана Торренце. Кассиопея. Очень зацепил. Прям такой интересный оказался. Вот вроде как бы... Ну, это не подделка. Это как это называется? Реплика, да? Когда делается на известный аромат. Мне кажется, нисколько не хуже, чем настоящий Тициана Торренце. Вот это то, что у меня во втором ящичке. То, что тоже пока как-то совсем не хочется с этим расставаться. Вот такое вот продолжение. И есть еще пару ящиков. Так что нужно набраться терпения. Когда-нибудь я их обязательно покажу. Там уже ароматов побольше. Может быть, их придется делить. Но посмотрите, какая же это все-таки красота. Самое любимое отсюда, конечно, это будет, безусловно, Роберто Кавалли. Исключительно красивый, женственный, потрясающий аромат. Мой любимчик отсюда. Это локситановский Терри де Лемльер. Чудесный совершенно. Хочу вам показать просто своих любимых. Безусловно, все-таки розы с почулями. Их много есть вариантов. Но это меня очень зацепило, тронуло. Не могу расстаться с запахом сгущенки. Потому что им я разбавляю некоторые ароматы. В чистом виде это носить невозможно. Не знаю, кто на это способен. Так, ну, Диор есть Диор. Марка, фирма, чудесный весенний-летний аромат. Любимый. Моя Лолита тоже очаровательная. Вот сегодня нанесу ее на себя. И из таких еще самых, может быть, любимых из этой кучки. Ну, здесь очень много любимых ароматов. Но вот в последнее время у меня тоже деревяшки очень хорошо стали заходить. Поэтому этот завод понравился. Ну, вот как-то так. Рассказала и о любимчиках, и о том, что осталось. И осталось еще много. Так что, наверное, выложу это видео, может быть, даже вслед первому. Сегодня у нас будет очень парфюмерный день. А вам всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. У нас за окном творится что-то невообразимое. Нас засыпало снегом. Если что-то будет видно, вот там вот. Просто зима-зимушка снежная. И это красиво и замечательно. Декабрь у нас в Латвии давно таким не было. Спасибо. Спасибо.